Приветствую вас, уважаемые! Сегодня мы выбрались в очень интересное место, в лес, над которым однажды после трагедии на Чернобыльской атомной электростанции упали радиоактивные осадки. Находится он в Тульской области, точное название говорить вам не буду, но место суровое, страшное. Здесь ходят легенды, пропадают люди, интересные животные, странных размеров выходят из этого леса. Здесь есть что посмотреть, мы попробуем сегодня найти эти удивительные и в то же время опасные места. И покажем вам, что же здесь такого необычного есть в лесу. Ну что, ребята, погнали по следам радиоактивных осадков. Вперед! Ну что я могу сказать. Несколько минут мы прошли, углубились в лес, пока ничего необычного не увидели. Оба-на! Это какая силища нужна, чтобы такое вырвать с корнем? И кто это сделал, я, честно говоря, даже предположить не могу, ребята. Это явно был не ветер, то есть кто-то вырвал это дерево в корне. Так, ну что, ребята, в лес мы углубились уже достаточно далеко. Лес этот называемый условно атомный, ну, в силу того, что здесь выпали радиоактивные осадки. До точки назначения мы еще не дошли, я немножко заблудился. Мы попробуем сейчас, вот не надо смеяться, как во всяких глупых американских фильмах разделиться. И пойти попробовать, ну, охватить лес с двух сторон. То есть, чтобы вероятность того, что мы что-то интересное найдем, гораздо больше, когда мы разделяемся. А встречаться мы будем, ну, ну, вот, вот, около такого пня, запомнила? Пень, дерево такое вот оно, красивое. Такие что-то ориентиры есть. Ну, короче, не потеряемся, все нормально. В общем, мы разделяемся и погнали. Все, давай, ты тогда левее охватываешь. Я пойду правее, где-то через минут 10 будем перекликиваться и встретимся. Все, давай, пошли. А еще в этом лесу, как я ранее говорил, пропало несколько человек. Их так и не нашли. Это были грибники, ягодники и, ну, просто какие-то люди, которые по лесной тропе проходили между поселками, деревнями. Это очень грустно, на самом деле, печально. Попробуем, в общем, и мы побродить. Надеюсь, нормально и спокойно из этого леса выйдем. Мы зашли уже очень далеко. Я даже не могу понять, откуда мы зашли. И я, к сожалению, с собой не взял ни компас, ни телефон. Оставил, мы приехали на велосипедах сюда. Ладно, идем дальше. Короче, ребят, я, походу, потерялся. Что за херня? По-моему, здесь кто-то есть. Тихо, 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 тихо. Что? Что за херня? Кто здесь? Эй! Блядь, тут кто-то есть. Прошу мать. Эй! Привет! Кого-то я в этом лесу видел, но теперь не могу понять, где этот человек и почему он от меня ушел. Эй! Привет! О, господи. Эй! Что тебе? Блядь! Господи, что это? Не надо! Отстань! А! 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 О, боже! Отстань! Отстань! А! 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 О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Саша! 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 Потерялись Саша! Саша! Это ты там? Саша! Саша! Монстр! 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 Помогите! Монстр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok